У меня приятель уже третий раз идет на свиданку с испанкой, и третий раз удивляется, что испанки предлагают разделить счет за ресторан. Он говорит, блин, ну как бы у нас это как-то не принято, и я это не могу, и, соответственно, оплачивают все сам. С другой стороны, знакомая приехала сюда, в Испанию, для того, чтобы найти себе мужа европейца, мужа испанца. В итоге цели направлены, она шла, искала, 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 в итоге нашла испанца, черноволосого, красивого, накачанного, все хорошо. Пришла к нему на свиданку, он ее пригласил в ресторан, она согласилась, соответственно, пришла, все ей понравилось, он ей понравился. Он счет закрыл, и она говорит, слушай, ну как-то расходиться не хочется, давай дальше продолжим, вот я хотела побывать там-то, там-то, давай съездим. Он говорит, ну, хочешь, давай съездим, не вопрос. Они поехали, проходит вечер, и когда приносят счет, он предлагает ей этот счет оплатить. Она в непонимании, что за фигня, почему, говорит, ты мне предлагаешь счет оплатить, я же женщина, ты не можешь, ты не можешь мне просто так взять и дать счет оплатить. А он говорит, что, ну, как бы, в ресторан первый я тебя позвал, и, соответственно, я оплатил счет, а в этот ресторан ты меня пригласил, и, соответственно, ну, тебе счеты оплачивать. Как вы думаете, сколько раз еще она с ним встретилась? Правильно, ни одного. Вот у меня вопрос, как вы считаете, правильно делить пополам расходы, или все-таки, если ты идешь на свиданку, то платит всегда мужчина? Продолжение следует...